МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте и в этом выпуске. Приоритетным направлением в деятельности Нарьинмарского АТП являются пассажирские перевозки. Скоро в Нарьинмар поступят еще два новых автобуса. Изменения в окружной закон о молодежной политике в Ненецком округе рассмотрели на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта. Известный в округе и далеко за его пределами танцевальный коллектив «Морошки» отмечает 35-летний юбилей. Жителям региона запрещен выход в водоемы на маломерных судах во время ледохода. Напомню, в прошлом году в районе Нельмена-Носа льдинами было зажато пять лодок. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег. Опасность представляют большие льдины, большие ледяные поля и ледяной затор. Маломерные суда могут застрять во льдах, получить повреждения корпуса и затонуть. В соответствии со статьей 11.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушения правил эксплуатации судов, в случае выхода маломерных судов на водные объекты до начала навигации судоводители несут административную ответственность. Главное управление МЧС России по Нейнскому автономному округу напоминает владельцам маломерных судов. До полного очищения водных объектов от льда, окончания ледохода и до официального открытия навигации выход маломерных судов на водные объекты категорически запрещен. Не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. В настоящее время голова ледохода развивается в районе острова Эйхерев. Весенняя охота на пернатую водоплавающую дичь стартовала в Ненецком округе в начале мая. 15 мая охотничий сезон открывается на центральном промысловом участке. В соответствии с установленными в этом году сроками весенняя охота в Ненецком округе стартовала 10 мая на западном участке. Закрытие сезона – 19 мая. С 15 мая разрешено охотиться на центральном участке. Здесь зелёный свет для охотников по 24 мая включительно. Последним откроются охоты на восточном участке. Её сроки с 28 мая по 6 июня. У охотников по-прежнему возникают вопросы о возможности ввести промысел в 15-километровой зоне от береговой зоны северных морей. Это можно делать беспрепятственно, естественно, получив разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Это можно сделать в департаменте природных ресурсов или можно сделать по интернету на региональном портале госуслуг. Вопросы о внесении изменений в правила охоты в арктической зоне находятся на постоянном контроле в региональном парламенте. В решении вопроса задействованы депутаты Государственной думы. В настоящее время предпринимаются все усилия для того, чтобы в новых правилах, которые будут в любом случае утверждены, были учтены интересы местного населения, проживающего в Нинецком автономном округе, и чтобы те права, которые есть у жителей Нинецкого автономного округа на охоту, они сохранились в полном объёме. По мнению парламентария, изменения в законодательстве должны появиться к следующему весеннему охотничьему сезону. Вопрос решается. Думаю, что он будет решён положительно. И в следующем году весной уже каких-то препятствий по охоте их тоже не будет. Хочется пожелать всем охотникам ни пуха, ни пера. Напоминаю, единые сроки весенней охоты в конкретном году на каждом участке охотничьих угодий Нинецкого автономного округа, определённых для охоты на пернату и дичь, в период весенней охоты определяются отдельным постановлением губернатора Нинецкого автономного округа. С учётом климатических условий и сроков миграции пернатой дичи в конкретном году. Конкретные сроки охоты на пернатую дичь в весенний период согласовываются с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В ногу со временем. Нарьинмарское автотранспортное предприятие сегодня – это комфортные перевозки пассажиров, дорожная деятельность и постоянное внедрение современных технологий. С рабочим визитом на предприятие побывали депутат Государственной Думы Сергей Коткин и представители депутатского объединения «Единой России» в городском совете Нарьинмара. Подробности в материале Александры Литковой. Сюда засовываешь эту деталь грязную и щеткой моешь в течение часа-двух часов, размачиваешь ее. Таким образом, еще недавно в Нарьинмарском автотранспортном предприятии отмывали детали при ремонте транспорта. Первую автоматическую мойку здесь приобрели год назад. Она показалась с очень хорошей стороны. Нам понравилось, как конечный результат получается. Поэтому в этом году мы приобрели более большую машину моечную, для которой можно уже мыть и большие агрегаты целиком. То есть там можно и коробку, и двигатель туда разместить. Ну вот опыт показывает, что качество мойки, конечно, идеально по сравнению с тем, что было и то, что вот сейчас. По словам мастера ремонтной механической мастерской Виктора Хозяинова, приобретение моек позволяет сэкономить время и пока идет процесс заняться другими делами. Здесь время устанавливается, ну в районе, грубо говоря, можешь, например, на 10 минут ее поставить, можешь на час поставить и температуру там выберешь, например, даже от 30 градусов до 90. Кроме моек для деталей также обновлено шиномонтажное оборудование. Семь автобусов большого класса оснащены системой видеонаблюдения. С камерами работают и кондукторы автобусов для безопасности пассажиров и сотрудников. Помещения ремонтной механической мастерской предприятия обновляются постепенно, с 2017 года. Потихоньку делаем. Еще работы много, но, тем не менее, уже результат заметен. То есть у нас практически все цеха отремонтированы в РММЭ. Само здание ремонтируется в этом году у нас. Ну, то есть еще задачи много. Кровлю надо ремонтировать, и моторный цех надо сделать. Но уже изменения за три года заметны. Изменения замечают и пассажиры АТП. Для их удобства введено мобильное приложение, где можно узнать расписание и перемещение автобусов. Как постоянный пассажир автобусов, я хочу сказать, что автобусы подходят к остановке минуту-минуту практически. Вежливые кондукторы, очень удобный, комфортный автобус. Особенно последние автобусы, которые пришли в АТП, они очень комфортные, удобные для пассажиров. Это, конечно, очень хорошо. На сегодняшний день в АТП трудится 170 человек. Коллектив дружный и сплоченный. Для комфортной работы сотрудников созданы все условия. На конечных остановках расположены диспетчерские для отдыха водителей и кондукторов между рейсами. В районе морского порта здание было обновлено в прошлом году. Раньше было, конечно, тяжелее, сложнее работать. Автобусы были холодные. Диспетчерский пункт здесь был тоже холодный, балок был. Но сейчас великолепное здание, хорошее сделано. Тепло, светло. Удобство сейчас все есть. Есть и микроволновка, есть электрочайник, пожалуйста, туалеты. Мужской и женский отдельно сделаны. Очень хорошо, замечательно. Тепло. Зимой главное делать, зимой сейчас тепло здесь. Видите, цветочки у нас всю зиму растут. На территории АТП работа также не стоит на месте. Здесь уже построено здание для отдыха сотрудников и под автомойку. Эта мойка будет для автобусов, для грузовой техники. И с той стороны у нас там два места есть для мойки самообслуживания, для коммерческой мойки, чтобы можно было там частично зарабатывать деньги. Приоритет предприятия – обновление автобусного парка. Этим летом на маршруты выйдут два новых автобуса, которые уже куплены в Лизинг и ждут доставки в Нарьенмар. В прошлом году нам удалось приобрести четыре новых автобуса. Из них два автобуса среднего класса и два автобуса большого класса. И в этом году мы уже приобрели два автобуса большого класса. Они сейчас находятся в Ярославле у дилера. Как только навигация откроется, мы их привезем в город и запустим эксплуатацию. В ходе рабочего визита на предприятие депутат Госдумы Сергей Коткин и депутаты Нарьенмарского горсовета встретились с коллективом АТП. Как отметил председатель совета Юрий Суський, под грамотным руководством предприятие постепенно выполняет все задуманные планы. Есть чем сравнить. Буквально в 2019 году мы также депутатским корпусом обследовали данное предприятие. Мы видим, что те все планы, которые они строили, они все нашли свою реализацию. Это и новая диспетчерская, которая была поставлена на конечную остановку. Очень комфортные условия. Все, наверное, по самым современным стандартам. Значит, предприятие за 2020 год нарастило прибыль почти в два раза и достигло 24 миллионов рублей. Это тоже о многом чем говорит. Кроме пассажирских перевозок, АТП выполняет работы по вывозу твердых бытовых отходов и дорожной деятельности. Для этой цели в этом году также приобретен транспорт. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Изменения в окружной закон о молодежной политике в Ненецком округе рассмотрели на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта. Это связано с приведением закона округа о государственной молодежной политике в Ненецком автономном округе в соответствии с федеральным законодательством. Федеральный закон о молодежной политике впервые был принят только в декабре прошлого года. В частности, сформирован единый подход к определению возрастной группы, который относится к категории молодежи от 14 до 35 лет включительно. Это позволит большему количеству граждан получать меры господдержки, предназначенные для молодых, а также участвовать в молодежных программах, проектах, грантах разных уровней. Кроме того, прописаны субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики. Цели, принципы, основные направления молодежной политики. Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций, территорий, соответствующих регионов. В том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений. Дополнительные денежные средства с окружного бюджета необходимы для реализации законопроекта. Не потребуется. Хочу сказать даже, что наш окружный закон в некотором части немножко шире, чем федеральный. Но это все равно требует определенных изменений. Заключение у нас с экспертным правовым управлением собрания депутатов на проект окружного закона мы получили, изучили, будем дорабатывать. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость внесения уточнений в отдельные статьи согласно положениям федерального закона, а также внесения необходимых изменений в другие законы округа, касающиеся реализации молодежной политики, в том числе установления мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов. Морожки празднуют 35-летний юбилей. Отчетный концерт одного из самых ярких танцевальных коллективов Ненецкого округа пройдет в формате шоу «Поле чудес». Главной темой шоу-концерта станут танцы народов мира. Тему продолжит мой коллега Василий Хатанзейский. Алена Семакина на сцене уже более 15 лет. Сегодня она входит в состав одного из самых ярких танцевальных коллективов Ненецкого округа. Ну, у меня в пять лет родители спросили, куда я хочу, какие танцы. Я сказала, что хочу в Морожки. И так с пяти лет хожу здесь уже. В этом году молодая, но уже опытная танцовщица выпускается из творческого коллектива. Под чутким руководством идейного вдохновителя и основателя коллектива «Надежда Хира» подготовлено не одно поколение профессиональных артистов. Сегодня выпускники часто заглядывают на репетиции и концерты. Одна из них – Ксения Меринова. На протяжении двух лет после выпуска девушка достаточно часто прилетает и танцует со своим уже родным коллективом. В прошлом году приезжала, танцевала со своими ребятами, с которыми я танцевала до этого. Но потом вот и сейчас тоже приехала, потому что хочется танцевать. А на сегодняшний день коллектив продолжает свою творческую деятельность с новым поколением юных артистов. Ребята с огромным желанием занимаются танцами. История танцевального коллектива началась в далеком 1985 году. На протяжении всех лет руководит им бессменный художественный руководитель «Надежда Хира». Первые ребята к нам пришли 2 февраля 1985 года. Поэтому нам в прошлом году было 35. Мы в этом году шутим на 35 плюс 1. В этом году мы проводим наш юбилейный концерт. Потому что всем известным причинам в прошлом году у нас не состоялся юбилейный концерт. Поэтому перенесли на этот год. Сначала у нас был кружок танцевальный. Потом, когда уже появились номера в коллективе, когда появился уровень, нам сказали, что мы можем найти уже для себя какое-то название. Ребята взяли инициативу в свои руки. Из-за яркой внешности участников и колоритных народных костюмов прозвали себя «Морошечками». Именно с этих креативных танцоров началась легендарная история коллектива «Морошки». Творческий коллектив достаточно известен не только в округе России, но и за рубежом. Мы ездили в Финляндию. Лауреаты первой степени. Это был осенний хоровод «Соми», по-моему, назывался. У нас лауреаты первой степени. Мы ездили в Австрию. У нас тоже первое место. Мы были приглашены во Вьетнам от Минецкого округа. И там тоже давали целую программу. Выступали в четырёх концертах. У нас даже были свои поклонники. Они ездили за нами на каждый концерт. Мы были в 2019 году в Минске. У нас тоже лауреаты первой степени. «Морошки» радует не только иностранцев, но и нашего участливого зрителя. В эту субботу во Дворце культуры Арктика пройдёт юбилейный концерт артистов. Шоу пройдёт в стиле популярной телепередачи «Поле чудес». Будет происходить, как уже сказано, в стиле «Поле чудес». У нас приглашён Леонид и Кубович. Также к нам приезжают известные гости, которые решили поздравить этот замечательный коллектив «Морошки». Они, оказывается, являются их истинными поклонниками, причём самими горячими. Нам сообщили, что они привозят какие-то призы, даже свои собственные подарки. Да, они с пустыми руками. Главной темой шоу-концерта станут «Танцы народов мира». Блестящие творческие номера креативных участников найдут свои воплощения на сцене. «Танцы народов мира» – это то, что несут наши замечательные «Морошечки». Будут танцы разных стран, разных направлений, будут разные костюмы, разные постановки. Будет очень ярко, здорово. Концерт пройдёт 15 мая в 15 часов. Билеты на шоу юбиляров можно приобрести в кассах Дворца культуры Арктика. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Из средневековья в новое время в столице Заполярье пройдёт ночь музеев. В 2021 году в России отмечают 800 лет со дня рождения Александра Невского. 15 мая площадки Ненинского краеведческого музея так или иначе будут посвящены великому полководцу и теме средневековья. Акция начнётся с интерактивного занятия об Александре Невском. Тему средних веков продолжат короткие рассказы о научных достижениях того времени и средневековых жителях края. В зверином стиле в археологии и чёрных копателях. Продолжат музейную ночь мастер-классы, квесты, выступления творческих коллективов на Рьенмара, лотерея, караоке, викторина, необычный кроссворд, автобусные экскурсии по городу, традиционная акция «Белый цветок» и многое другое. Традиционно музейщики готовят целую серию мероприятий. Мероприятия пройдут в двух локациях музейного объединения. В Ненинском краеведческом музее и в музее-заповеднике Пустозерск в доме Шевелёвых на Рьенмаре. Соединены эти две локации будут выставкой одноимённой. Мы в этом году посвятили ночь музеев 800-летию князя Александра Невского, всероссийский юбилей которого празднуется, и 380-летию со дня рождения Николаса Вицына, путешественника голландского, исследователя. И вот ему локация будет посвящена как раз музей-заповеднике Пустозерск. В музее-заповеднике Пустозерск ночь стартуется открытие выставки «Суждение о древнем городе». Продолжит вечер экскурсии «Шаг в будущее» и интерактивный лекторий «Почувствуй Пустозерск». В доме Шевелёвых пройдут экскурсии «Николас Вицын» и «Исчезнувший город» и мастер-класс «Книжная миниатюра». А во дворе музея будут учить делать морские узлы, тренировать извилины, рассказывать короткие пустозерские истории про новое время у костра. Ночь музеев будет проходить с учетом всех эпидемиологических мер, заполняемость 75%, а также масочный режим. Старт мероприятия в 18 часов. В конце рабочей недели к поселку Искатели на Рьенмару подошел ледоход. Для многих северян это природное явление, завораживающее зрелище, на которое приходят смотреть целыми семьями. Особенно красивая картина на закате дня. Для тех, кто пропустил, зарисовка нашего оператора Антона Водрякова. Сразу после нее прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok